Всем привет, ребят, с вами Безумный ТВ и в сегодняшнем видео мы рассмотрим, как сбросить Windows 7 до заводских настроек. Но хочу сказать сразу, что это все, что вы когда-то ранее видели в интернете, как скинуть 7-ку к заводским настройкам, по сути это бред. Так как ее скинуть без сторонних программ, по сути невозможно. Давайте рассмотрим то, что вы и так, думаю, уже видели. Чтобы скинуть Windows 7 до заводских настроек, вам нужно нажать пуск, дальше зайти в управление настройками, выбираем системы и безопасность, здесь есть такой раздел, как архивация и восстановление. Дальше нажимаем восстановление системы и расширенные возможности. И как видите, здесь есть два способа сброса Windows 7. Первый способ, он просит, чтобы у вас был архив вашей системы. Второй способ, вообще не подходит, так как он просит или диск, или загрузочную флешку. По сути, если мы возьмем первый способ, то оно хочет опять же или диск с Windows, где есть у нас наш ISO образ, или нужно сделать архив, то есть архивировать всю свою систему. А смысл в том сброса, чтобы убрать все вирусы и угрозы, которые есть на ПК. Если вы сделаете архив, естественно, эти вирусы все останутся на компьютере. Так что первый способ нам точно не подходит. А второй, конечно же, если мы захотим использовать, то нам нужен будет образ. Многие показывали, рассказывали, что вот нужно вот сюда нажать, дальше соглашаемся и как бы все скидываем. Но скажу сразу, что при скидывании Windows система напишет, что нужен из образа. А теперь перейдем к тому, как же действительно сбросить Windows 7. И вообще, нужно называть все своими именами. Это переустановка Windows 7. Это не сброс до заводских настроек. Даже, как вы видите, если мы выбираем там сброс, то все равно пишет, что нужен ISO образ. Естественно, если нужен ISO образ, это обычная переустановка. Поэтому мы сегодня будем использовать программу, которая называется Win2HDD. Ссылку на нее оставлю в описании. Она бесплатная. И с помощью нее вы можете точно так же, как и с флешки, переустановить свой Windows. Но в данном случае можно будет сохранить все файлы или, по желанию, конечно, их удалить. Я рекомендую удалять. И мы рассмотрим, как вообще правильно сегодня все это сделать. Для начала вам нужно будет скачать ISO образ Windows 7, который я уже скачал. И данную программу. Этот образ и программа должны быть на отдельном диске. То есть, не на диске C. Потому что при переустановке Windows он будет форматироваться. И с него будет все удаляться. То есть, мы закидываем нашу программу и наш ISO образ Windows 7 на отдельный диск. Откуда будет производиться установка или переустановка. Дальше запускаем данную программу. Она у меня уже установлена. Устанавливать ее тоже нужно на отдельный диск. На тот же, то есть, не на диск C. А на отдельный, совсем другой диск. Тут у нас есть бесплатная функция. Это переустановка. Нажимаем на эту кнопку. После чего, вот здесь, нам нужно указать путь к файлу ISO, который мы будем использовать при переустановке. То есть, мы нажимаем мой компьютер. Дальше заходим в диск D, где у меня хранится ISO образ. Вот он. Нажимаем на него дважды. И, как видим, тут мы уже можем выбрать, какую систему мы хотим поставить на свой ПК. Например, это будет домашняя базовая или профессиональная в Windows 7. Это уже зависит от того, какую версию хотите поставить вы. Выбираем, нажимаем дальше. После чего, нам показывает два диски, которые у нас есть на ПК. То есть, первый диск, это мой основной диск, на котором, естественно, будет стоять система. И который мы сейчас будем с вами сбрасывать до заводских настроек. Мы просто нажимаем дальше. Тут ничего не меняем. Требуется создать образ WinPay. То есть, мы создаем этот образ. Да, конечно. То есть, получается, что наш ISO файл, это не тот формат, который необходим для программы. То есть, WinPay это, по сути, файлы и папки с Windows. То есть, их нужно вытащить с ISO файла. Сейчас это все программа сама сделает. И мы просто продолжим переустановку. Вы увидите, как это все будет работать. Вот, все закончено. Дальше нажимаем, хотите продолжить. То есть, все файлы будут уничтожены на диске C, естественно. Потому что мы переустанавливаем Windows именно на нем. Мы нажимаем, что да, хотим продолжить. Требуется перезагрузка. Да, нажимаем перезагрузить. По сути, программа нам, она служит как загрузочная флешка. Но флешки нам не надо. Мы просто используем данную программу. Я нажал перезагрузить. Сейчас система перезагружается. Снимаю я это все специально на виртуальной машине. Чтобы вы это могли нормально видеть, как это все работает. Как видите, система перезагрузилась. И уже автоматически начинается установка. Точнее, переустановка нашего Windows 7. По сути, как я уже сказал, Windows 7 вы сбросить до заводских настроек не сможете. Можно сделать, естественно, архив, выбрав первый пункт. Но в том случае, все файлы, которые были у вас на ПК заражены, они останутся и никуда не исчезнут. Вот второй случай, второй способ, это когда вы используете уже флешку здесь с образом или диск. Но, по сути, мы используем данную программу. Флешку не будем использовать. Все как бы удобно. Вот видите, эта программа сама запускается. И мы с помощью нее будем дальше уже переустановливать Windows на нашем ПК. Давайте посмотрим, как это сделать до конца. Чтобы вы убедились, что все работает. И я был уверен, что это видео действительно вам помогло. Ну, а вы не забывайте поставить лайк, написать комментарий. Если остались вопросы, тоже задавайте. С удовольствием отвечу. Как видите, уже сейчас идет установка Windows на мой ПК с помощью этой программы. То есть, с диска C старый Windows сносится, новый ставится. Как видите, система установилась до конца. Сейчас комп просто перезагрузился еще раз. И теперь уже запускается наш Windows 7. Уже чистый, переустановленный. На диске C уже не будет никаких файлов. По сути, это будет опять же переустановленная чистая семерка. Все файлы на диске D на другом диске у меня, естественно, остались. И при желании, когда вы уже сделали всю эту переустановку, вы диск D можете тоже отформатировать. То есть, таким образом, вы все полностью почистите на своем ПК. Как видите, сейчас идет уже настройка Windows. То есть, он настраивается. Думаю, что дальше смысла показывать нет. Он настроится и запустится. Я просто уже в конце вам покажу, как он стартует. На этом я надеюсь, что видео вам понравилось и помогло. Если да, то поставьте лайк. Напишите комментарий, чтобы я знал, что не зря потратил свое время. Ну и по возможности подписывайтесь, конечно, на канал. Буду очень благодарен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Как видите, система перезагрузилась. Полностью чистый новенький у нас Windows 7 теперь. Все работает. Все отлично. Если заходим в мой компьютер. Давайте еще раз в мой компьютер заходим. Видим, что на диске D есть наш образ и наша программа. По желанию вы можете его отформатировать. Диск C полностью отформатирован. Все с него было удалено программой. Всем еще раз спасибо огромное, что досмотрели до этого времени. Всем пока-пока.